Поэтому греки очень рано научились дискутировать свои проблемы, дискутировать, обсуждать, спорить. У них стало развиваться искусство аргументации. Это очень важно. Аргументация. Надо быть доказательным. Надо стараться переманить на свою сторону как можно больше людей. Для этого их надо убедить. У греков была даже такая богиня. Богиня Пейто. Пейто. Богиня убеждения. Сила слова. Вот главное оружие этой богини. Ты выдвигаешь свой вариант закона. Он мне не нравится. Я готов с тобой вступить в полемику. Тебя переубедить. И ты как толерантный человек должен меня выслушать. И достараться принять к сведению мои замечания. Не отбрыгиваться от них. Я бы сказал так. Именно древнегреческая цивилизация утвердила, вот я позволю себе такое выражение, универсальный принцип критикуемости. Универсальный принцип критикуемости. Это величайшее обретение цивилизации. И это опять-таки только греки. Только греки. Это мы не найдем нигде больше. Власть всегда не любит критики. И сегодня мы это видим. И это всегда пагубно для самой же власти. Вот греки поняли, что критика это конструктивная сила. Это сила креативная, конструктивная, креативная, зиждительная. Как угодно это определяйте. Там, где критика запрещена, там, где критикующих преследует, там надо ждать коллапса. Он не заставит... Он обязательно произойдет. Греки полюбили истину. Греки четко осознали, что истина это не догма. Это не продукт какой-то веры, веры в что-то высшее, невидимое. Греки первыми осознали, что истина, она, прежде всего, требует рационального доказательства, рационального аргумента в свою пользу. Рациональное изображение. Именно греки вот эту границу нащупали, границу между рациональным и иррациональным. Я вот одну из больших лекций посвящу критериям рациональности, но вы догадываетесь, о чем идет речь. Человек всегда имел и имеет склонность вторгаться в области рационального, наше бессознательно, но иррационально, но об этом тоже у нас будет речь и особая. Никуда этого не деться. Это как бы часть нашего, нашего я, вот этой рациональной зоны. Греки поняли, что вот есть, так сказать, есть поверяемое разумом, поверяемое разумом. И есть то, что бросает разуму вызов. Ворзает разуму вызов. Тоже несовместимо с разумом. Да, разум может устушеваться, разум в некоторых ситуациях пасует перед хаосом, перед чем-то таким вот несоизмеримым всего возможностями. Но наука это там, где разум. Наука это там, где можно рационально контролировать процесс мышления, рационально аргументировать сделанные выводы и так далее. Это, если хотите, минимальная, минимально необходимая посылка науки. Минимальная необходимая посылка науки. Это рациональная обоснованность твоих суждений. Это настойчивое использование только рациональных аргументов, и полный запрет на всякие иррациональные соображения, иррациональные гипотезы. Что это рационально себя проявляет? В том, что греки научились доказывать свои положения, свои интуитивные догадки. На что доказать? Ты вызвал мнение. Так. Ты ее должен рационально обосновать, и для этого ты должен разработать систему доказательства. Конечно, прежде всего, доказательство необходимо таким многому, как как математика, как физика. И греки очень рано овладели техникой доказательства. Вспомни, как доказываются теоремы у древних греков. Какие-то эмпирические вещи, связанные с геометрией, были известны до Пифагора. Но именно Пифагор свою теорему доказал. И уже нельзя с ним спорить. Доказательства. Греки открыли феномен доказательства. Греки поняли, что нельзя без доказательства получить настоящее знание, которое завтра не обрушится и ты не будешь осмеять за то, что ты оказался жертвой самообмана. Дальше. Греки поняли, что надо апеллировать к подлинным причинам. Вот явление перед тобой непонятное, таинственное. Ищи его причину, которая рационально высвечивается. Не примышляя иррациональных причинам. Это люди всегда очень любят делать. Вот человек заболел, а дурной глаз, кто-то порчу навел. Нужно искать какую-то причину явно сомнительную. Хотя я не исключаю возможности, что это все имеет место. Но, как правило, это ерунда. Нужно искать причину, которая может быть опытом путем исследована. Верно, да? Так? А если я скажу, что вот эта девочка, она болеет, страдает, потому что такова ее карма. В своей прошлой жизни она совершала проступки, и теперь за это она наказана. Но что это за объяснение? Это иррациональное объяснение. оно для ныноки неприемлемо. Потому что я здесь говорю причины, которые ненаблюдаемы, которые невоспроизводимы. И так далее, и так далее. Хорошо. Значит, греки, греки дали несколько образцов рационального знания, да? Вот и на рациональной науке. Ну, давайте напомню, какие это. Планиметрия, гепарха, планиметрия гепарха, геометрия Евклида, медицинная Гиппократа, медицинная Гиппократа, история Геродота, история Геродота. Возвращусь к этой теме. Вот Рыбы и свободные граждане. Еще одна позиция. Вот я здесь как бы по спирали вернулся к тому, что уже сказано. Ну-ка, это удел свободных граждан, а удел рабов это ремесло. Вот оппозиция. Ну-ка, ремесло. Эта оппозиция характерна именно для античного мышления. Ну-ка, это что-то высокое, это что-то полезное, но как бы заниженное, как бы имеющее такой статус не самый такой высокий. Греки, свободные греки как интеллектуалы. Это очень интересный тип. Грех-интеллектуал. Я не буду здесь потерять то, что я сказал о созерцательности, но добавлю к этому следующее. Именно вот эти созерцатели, которые смотрят с презрением на практику, на физический труд, именно они научились, вот это очень важный действие, научились моделировать мир в идеальных образах. Идеализирующие модели. Давайте запишем это. Идеализирующие модели. модель, где все построено прежде всего за счет разума. Я объясняю мир, и я из разума черпаю какие-то конструкции для этого мира. Я, конечно, сравниваю свою конструкцию с тем, что я вижу вокруг себя, но забежу у себя. Одно дело идеальная модель, она совершенна, она безантропийная, и другое дело реальность, где всегда есть какие-то недочеты, какие-то помехи, какие-то шумы. Вот нужно строить идеальные модели, модели, которые из этого шумового фона вынуты и защищены от него. это очень важно. Мы еще будем говорить о Галилее, который осознал всю значимость идеализации в науке. Это идеализация, да? Когда ты выводишь теорему, то ты оперируешь с идеальными объектами. Правильно, да? Вот. Ты всякие эперические затруднения сходу снимаешь, сразу снимаешь, я работаю в мысленном пространстве. Меня не интересует что тут может быть трение, что-то такое другое. Я всего этого элюминируюсь, устраняюсь, я работаю в чистом пространстве, работаю с чистыми формами, рождаю чистые задачи, делаю чистые выводы. Греки подняли всю мощь, всю результативность, идеализирующего мышления, и это, конечно, их великая заслуга. Вот Академия Платона, да? Академия Платона. Там такая надпись висела над входом Академии. Давайте ее запишем. Как это звучит? Звучит так. Не геометр, не геометр, да не войдет. Я думаю последний перевод, а раньше это так привелось. Раньше так привелось. Да не войдет сюда не знающая геометрия. Вот так это звучало. Теперь вот так переводит кратко. Не геометр, да не войдет. Геометр это наука, где абстрагирующая сила мышления проявляется со всей очевидностью, где идеальная модель является первоосновой, правильно, да? Но идеальный круг он же совсем не такой, как круг, начерченный на песке. На песке мы всегда найдем какие-то отклонения, какие-то операции. Мы можем решать задачи только на уровне идеальных объектов. Правильно, да? Круг как таково, круг вообще. Квадрат как таковой, пирамиды как таковая. Вот это идеальные образы, на которых не воздействует антропия физического мира. Идеально не подлежит антропийному размыванию, антропийной деструкции. Наука оперирует идеальным образом. Да, она их потом соотносит с реальностью, это очень важно, но греки сейчас, как честно говоря, это соотнесение не очень-то почитали, они их больше отволновали идеальные образы сами по себе, что и тормознуло их развитие, их дальнейшую эволюцию в плане совершенствования научного мышления. Ну, график, скажу о том, что ранняя греческая наука, сращенность разных интересов, разных проблематик. Ранние греческие выслители, они универсалы, они в одном лице и физики, и физиологи, и философы, и ритеры. Но секретизм, он является этапом, этапом закономерным, этапом необходимым, но мы легко просматриваем, как секретизм заменяется или замещается дифференцированным знанием. Секретизм это сращенность, это переплетенность, такая вот первоначальная, незрелая, это не синтез, да, вот, как это секретизм меняется дифференцированным знанием. Возникает автономная математика, автономное естествознание, автономная история, автономная философия. Заметьте, что формируются языки этих наук, языки, да, научные языки. Вот, что дала нам Греция. Итак, кратко повторяю, да, все сказанное выше. Наука родилась только в Греции. Да, был Китай, была Индия, конечно, там были элементы научного умышления, были результаты, но наука как феномен это детище античной цивилизации. Еще раз повторяю, это событие исключительное, это удача, это фортуна, фортуна наша, что вот в Греции сложились условия для того, чтобы появилась наука. Условием для поведения науки в плане социального была демократия, демократия, которая предполагает возможность свободной критики, свободных дискуссий, наука есть детище демократии. Второе, именно Греция создавала предпосылки для созерцательного мышления, для появления человека-созерцателя, который интересуется знанием как таковым, знанием ради знания, который презирает соображение практической пользы, ему это не нужно, ему нужна истина как таковая. И в поиске этой истины, в ее добывании, он видит кайф, он видит удовольствие, он видит радость. Вот этот момент, когда человек освободился от утиритарности, от функционализма, когда его заинтересовало чистое знание, чистое знание, вот этот момент бесценен. Когда этот момент проявился, то человек очень быстро понял, насколько перспективным является идеализирующее мышление, возникла как бы новая реальность, знаковая реальность, с относительностью, но в то же время и автономная, мир идеальных моделей. И вот человек начал с ними работать, и из-за этого возникли великие научные традиции. Хорошо, хорошо. Ведневека надо признаться прямо, что нам со школьных лет прививали негативные отношения к этой эпохе, что неправильно, это было время уникальное, время своеобразнейшее. На с разными века темными я никогда не соглашусь. Трудно представить себе нашу культуру, из которой было бы винуто Средневековье. Оно внесло свой позитив в общую копилку аноосфера. Думка Средневековья очень многое заимствует от античности, подхватывает наставят античности. Это, прежде всего, находит свое выражение в примателе созерцательности. Вот обратим внимание, да? Средневековья тоже созерцательна, но, но, вот я уже сразу хочу указать на финал. В конце это она придет к действиям, к действиям практического плана. Установка созерцательная, но зрелая алхимия, зрелая астрология, это еще не науки, но квазинауки, где преодолевается созерцательность, вот сразу обращаю внимание, сразу зафиксируйте, где преодолевается созерцательность и где человек воздействует на природу, не просто ее созерцает, а воздействует. Это начало экспериментального сестра знания. Я к этому вернусь, но я должен сразу же вот обозначить как бы цель, которая мочит впереди. раскрою некоторые основные черты для средневековой науки. Первое, первое, средневековая наука отмечена печатью универсализма. Универсализм, вот первое понятие, которое я беру как знаковое. Что значит универсализм? середневековая наука, середневековая мысль стремится объять все. Мир как целое, мир как целое. В своем полном исчерпывающем охвате универсум, универсум. Универсум это все. Все, что связано с природой, все, что связано с бытием. Универсум включает в себя и планы трансцендентные. Это то, что мы называем гиреем, то, что мы называем перводвигателем исчерпывающим и так далее. Для средневековой науки характерен вот такой холизм. Холизм от слова целый. Холистический подход целостный. Так. Мир подобен организму. А для организма главная характеристика это целостность. Здесь нельзя изъять часть без ущерба для целого. Ну, вот сразу пока драсту скажу, что наука нового времени превращает мир в машину. Машину. Это очень важная позиция организма и механизма. Мы об этом еще поговорим, но пока вы проигрываете вот эти картины мира, который органичен, органичен, целостен, надухотворен, и которое должно быть того и понят целиком. Вот это установка, максималистская установка. Все фрагментарное, все частное не интересует среди любого ученого. Не показывай ему на относительное, дай ему абсолютное, не показывай ему на условное, дай ему безусловное, безусловное, абсолютное, завершенное, совершенное, окончательное, исчерпывающее. Вот ценность установки средневековой науки, либо универсальное знание, либо ничего нет. На подробности не надо размениваться, в частности это не наше дело. Понятно, что это, конечно, хрен. Наука не может охладиться без фактов, а именно факты не интересуют средневековую науку никак. Понимаете, да? Факт это частность, факт это подробность, факт это детали. наука без фактов, вот так можно определить суть средневековой науки. Вот этот универсализм, он питается, питается очень такой красивой, ипотичной мыслью о единстве человека космоса. Человек космос единый. Единый генетический. Мы происходим от одного творца, творец создавая нас, человек воспроизвел вселенную, человек это микрокосмос, я об этом уже говорил. Это первая черта средневековой картины мира. Вторая черта символизм. Символизм. Что такое символизм? Наш мир, наш мир есть результат творения. Вот это основа. У нашего мира есть автор. Понимаете, да? Это великая метавра, книга природы. Наш мир лишен качества какого? Самостоятельности. Наш мир не самостоятелен. У нашего мира нет онтологической самоосновы. самостоятельности. Самоосновы. Это когда мир имеет собственные бытийные основания. Их нет. Наш мир есть продукт Бога. Наш мир есть следствие причины божественной. Вот это очень важно. Бог причина или первая причина. Одна из самых таких любимейших категорий синякови. Понятия первой причины пишутся с вашей буквы. Обмы следствия. Вообще перед нами совокупное следствие. Что такое универсум? Это веер следствий. Сон следствий. Естественно что на следствии лежит печать причины. Верно? Лежит печать причины. Как же иначе? Но они же не совпадают полностью? Верно? Не совпадают. Да творец себя выражает через творение но это не значит что он в каждом фрагменте мира себя проявляет полностью. Нет верно? На все лежит именно печать. Но не больше того. Так вот задача какая нашего мышления? Попытаться на основе вот этой печати печати переставить творца надо ему заключать от творения к творцу от творения к творцу от природы к Богу вот эта установка я уже использовал метафору книга природы вот надо ее читать научиться читать ее так чтобы смысл был понятен и чтобы был понятен замысел автора божественного автора обращающего внимание на то что вот в этой картине мира очевидно двуплановость двуплановость да двууровневость в чем она выражается есть творение оно нам дано непосредственно оно нам открыто и мы сами часть этого творения есть план глубинный план сокровенный это первопричина это творец это Бог так вот нужно переходить от плана внешнего к плана глубинному вот на что ориентируется мышление мир мир есть символ что такое символ да указание на что-то другое отсюда понятия символизма мир указывает на Бога в этом назначение мира но это указание надо научиться понимать это большая школа и ее средневековье эту школу создает и доводит до блеска любое явление природное указывает на некий высший смысл высший смысл до которого надо докопаться который нужно высветить обращаю ваше внимание что вот в этой интерпретации мира он предстает как своего рода текст книга природы это текст замечу что для средневекового ученого текст как таковой текст по это широко имеет первостепенное значение будьте внимательны средневековая наука наука охотно более охотно оперирует текстами чем природными объектами какими текстами в ходу различного рода сочинения древних авторов которые окружены пиететом которые читаются незыблемыми авторитетами масса гностических сочинений более позднего периода боже мой средневековые библиотеки очень богаты и для средневекового мышления особую роль играет так называемая экзегетика экзегетика это наука толкования прежде всего текстов священного писания экзегетика но я бы это термин обребил широко чтение книг природы это тоже экзегетика это тоже толкование замысла творца можно сказать так что мышление средневекового ученых это мышление текстовое текстовое учета работает прежде всего в поле текста конечно он его сопрягает с реальностью с реальностью понятно но авторитет текста гораздо выше чем авторитет реальности вот это отметьте авторитет текста превосходит авторитет реальности такая ориентация такая установка она сегодня нам кажется странной но она определяет собой суть средневековья в пространстве средневековья я слышу как гулко звучат слова четвертого евангелия вначале было слово и слово было у бога и слово было бог я бы сказал так что все средневековье прошло под знаком вот этих трех фраз и она богослова начали было слово и слово было бога и слово было бог мир создан словом бог пришедший на землю иисус христос это воплотившееся слово слово ставшее плотью отсюда я бы сказал так преклонение перед словами своеобразная вербальная религия слово оно важнее в действительности но действительность это из порождения слова правильно да поэтому для средневековой науки характерно так называемого термин сейчас я веду очень важный термин характерно так называемое гипо гипостазирование или гипостазис и так и так можно записать давайте запишем гипостазис да лингвистических структур что такое гипостазис лингвистических структур гипостазис или гипостазирование это придача какого-то чуть ли не личностного момента тому или иному понятию понятие воспринимается как что-то автономное самостоятельное существующее само по себе но слово гипостазирование или гипостазис оно связано со словом ипостась ипостась это один и тот же корень но что такое ипостась встроиться это лицо это высшее проявление личностного начала так вот гипостазировать понятие значит этим понятием приписывать какое-то самостоятельное бытие почти что личностное бытие слова живут своей жизнью высшей жизнью а наша жизнь это только тень вот этой высшей вербальной жизни ну поскольку слово оно имеет колоссальный авторитет то что бы ты ни сказал если это говорит ученый большой авторитет то что бы он ни сказал это истина понимаете да ну не нужно себя озабочивать озабочивать тем чтобы чтобы сверять слово с реальностью зачем зачем слово выше реальность если это есть в слове вот обратите внимание если это есть в языке в языке это есть значит это есть и в действительности язык первичен а как же химера как же химер нет никаких фикций а мы знаем сколько химер средневековья сотворило ну и слава богу спасибо ему что оно это делало без оглядки на критическую функцию разума который все проверяет сверяет с действительностью и говоришь это пустые слова да нет пустых слов каждое слово наполнено каждое слово имеет это обозначаемое указывает на дианатат дианатат это обозначаемое нет слова без дианатата кентавр есть кентавр русалка да пожалуйста мельюзина вот она хорошо так что я бы сказал следующее что учебный средневеков он больше работал со словом чем с миром объектов вот это крайне интересно оперирование языком как главная функция ученого я бы сказал так отожисляется онтология гносиология онтология это бытие гносиология это познание язык это познание язык и есть онтология язык и есть бытие сегодня у нас это вызывает возражение но в этом есть своя прелесть в этом есть есть своя результативность очень много интересного можем найти у средневековых мыслителей дальше итак значит перечисляю универсализм символизм третья черта иерархизм иерархизм мир устроен по типу иерархии лестницы лестницы мир есть символ это значит что каждое явление символически указывает на Бога символически указывает на Бога знака указывает на Бога можно поставить вопрос о качестве этих указаний о качестве этих отсылок от вещей к ее Творцу каждая вещь это зеркало зеркало Бога есть зеркала совершенные есть зеркала несовершенные худо-бедно но отражают Бога но вот это зеркало отражает лучше вот иерархизм в средневековых конструкциях мыслительных это я бы сказал иерархия зеркал чем лучше дрожательная способность тем выше положение ну здесь скажем так вот чем ближе Бога тем лучше а как здесь Богу можно измерять берем стихии берем первые элементы вода земля она тяжелая она имеет вес потому что она непрозрачная темная земля стоит внизу вода она полегче земли она уже занимает иерархию положение более почетное воздух он легче воды легкая тяжелая вот здесь работает воздух занимает иерархию еще более высокое место огонь тем более огонь он вообще рвется к Богу Средневековья любила пламя и последний завершающий этап в развитии готики называется как пламенеющая готика видите четыре первые элементы античных о которых мы говорили выстроены иерархически что является критерием для зрения иерархии близость к небесам очень красивая конструкция но какова ее ценность но не будем сейчас об этом говорить полюбуемся просто ее то что у греков было соположено что у греков элементы были как бы равноправными да то здесь вот такая выстраивается иерархическая картина дальше четвертое качество средневековой внуки это так называемый телеологизм телеологизм это представление о неких целях которые должны быть осуществлены и которые ну как бы притягивают к себе цель расположена в будущем правильно да они притягивают к себе настоящее телеология это это ну-ка ну-ка целях все в мире целесообразно вот тотальная целесообразность запишем запишем это тотальная целесообразность мир есть система целесообразных предназначений предназначений вода и земля они служат растением является субстратом для растения растения служат скоту скот служит человеку вы чувствуете да здесь иерархия просматривается уже несколько другой редакции а самое главное вот эта целесообразность целесообразность которая в общем-то нас выводит к чему которая по центризму человек оказывается как бы основной целью мироздания человек должен быть спасен поэтому и бог вочеловечивается и это происходит в центре вселенной на планете земля геоцентризм торжествует и так далее в общем очень вот это телелогизм сейчас я дам вам некоторые такие краткие штрихи античной тренировой науки не буду так их как-то системно связывать просто некоторые такие фрагменты мозаики вот человек как трактуется в средние века человек ну как существо амбивалентное с одной стороны это творение божие с другой стороны это жертва дьявола отсюда святотень образа человека всех существо половинчатое раздвоенное это очень интересная такой момент вот такие штрихи музычные буду давать так обратите внимание антробоцентризм антромоцентризм учение о том что человек высшая цель вселенной совмещается с таким я бы сказал нелистоприятным к этому на человека как на существо двойственное на существо которое лишь только одной своей половине принадлежит Богу а другой половиной вовлечено в значит козни дьявола козни дьявола принцип контраста принцип контраста хорошо я думаю что я сейчас перейду к следующему разделу этой лекции и попробую наметить следующее зачаток для зачатки зародыша экспериментальной науки в эпоху средневековья когда мы говорим о средневековье то сразу у нас какие возникают ассоциации в плане научных проблем это время астрологии это время алхимии вот давайте сейчас поговорим об этих дисциплинах не хочется их называть науками хотя иногда их и называют науками но все-таки я возражусь от этого термина в данном контексте алхимия какая посылка посылка такая в общем-то можно элементы превращать друг в друга главная цель какая не те